Да что со всеми вами не так? Я расскажу директору! Ну, тебе все равно стоит поблагодарить меня. Давно пора переодеться. Ты носишь одно и то же каждый день, и от тебя ужасно воняет. Привет, я Сара. Я росла в далеко не богатой семье и работала на двух работах, чтобы оплачивать счета. Из-за отсутствия денег надо мной издевались, особенно три самых богатых мальчика в школе. Я ненавидела их, но больше всего я ненавидела Нейтана. Из-за их буллинга я чувствовала себя грустно и одиноко, но я всегда смотрела Майи, чтобы поднять себе настроение, и их ролики всегда меня подбадривали. Однажды я задержалась в школе допоздна и услышала какой-то шум. Я пошла, чтобы глянуть, что там, и не могла поверить своим глазам. Конечно, мне нужно было снять это на видео. Я ж говорил, я знал, что они будут вместе. Так, так, так. Трое плохих парней школы смотрят что-то для девочек-подростков. Это он придумал. Плевать. В любом случае, я записала это и выложу на всеобщее обозрение. Даже не думай. Мы заставим тебя пожалеть об этом. О, ты бросаешь мне вызов? Кажется, ты немного дрожишь. Ладно, ладно. Хорошо, не делай этого. Взамен мы обещаем больше никогда не унижать тебя. Как тебе такое? Договорились. Они действительно сдержали свое обещание и после этого держались от меня подальше. Но и тогда мне еще пришлось столкнуться с еще одним подлым хулиганом в школе. Наташей-змеей. Она завидовала мне, потому что я всегда была лучшей в классе. Наташа, не делай этого, пожалуйста. Не подходи ближе или можешь попрощаться с ним. Эй, верни его прямо сейчас. Ты в порядке? Что вы все делаете в женском туалете? Лучше поблагодари нас. Эээ, спасибо. Пустяк. На самом деле, сейчас это похоже на видео Майи. Не считаешь? Да, что-то вроде того. После того случая Наташа-змея больше никогда меня не трогала. Я связала мальчикам милый шарфик в знак благодарности, и они даже пригласили меня пообедать. Вскоре три миллиардера из моей школы стали моими хорошими друзьями. И теперь я даже хожу к Нейтану домой каждые выходные, чтобы посмотреть видео Майи вместе. Майи вместе. И еще раз.